Чем занималась здесь РАДО, нашего министра Житомара? Это было двух сом. Все спали, все такие руки поднимали, и отлинки реально ничем в настоящем не пытались решать каких-то вопросов. Насилие и гражданские интересы были настолько унижены и топтаной грязь, и которые невозможно терпеть. Будь-яка работа, которая не делается, она должна делаться всегда в законодательном поле. Чему я на это отвечаю? Потому что, если мы первый крок сделаем, он поводит до невдоволения. Второй крок поводит протест. А третий крок нас разделить, рассматривает и все. Поэтому вчера был сделан первый крок. Мы на легитимной сессии Житомирской миссии рано обрали Народную раду в городе Житомир. Вошло 31 человек, поэтому первый, чем продолжать, второй, когда 26, да, по факту. Она зарегистрована в Министерстве юстиции, когда она на легитимусть всем принимать наши ученики. Мы не будем обовязки, ответить. Синько правил. Когда мы этого не створим, все, что мы тут не будем говорить, это все будет просто разговор. Я бы сказал Сергей, покричали, покричали и уйдешь. Если мы хотим, чтобы все происходило правильно, мы же чисто доказали, чтобы наши решения потом не скасовывались в органы Нижнего Лея-Дзи, мы должны провести все, что нужно сделать в администрацию и принимать решения. В рамках того, что сейчас мы создадим рабочие органы Народной Ради, рекомендую создать такую руку, которая будет дальше работать механизм информирования, что там реакция про деятельность. Потому что очень много людей, которые даже тут, в зале, находятся, они, возможно, не депутатизм своей самым в Центрическом инвесторе. Это нужно просто объяснить. Депутат Ради Бородская Наталья Бородская. Я поддерживаю вас, что, на жаль, до сих пор мы имеем президента с пресс-службой меди. До этого момента, каждый депутат из оппозиционной партии никогда не было информационного пространства ни на сайте, ни в коммунальной газете «Место». Я протягом трех лет выступаю против того, чтобы «Место», або переформатировать, чтобы действительно громада, они, в том числе и представители, а саме депутаты Минской Ради, все независимо от политической партии, мали возможность выставить. На сегодняшний день я хочу вам сказать, что было заплановано майже 2 миллиона для функционирования нашей пресс-службы. Я активно выступала против данного финансирования, потому что таки гроши просто витрачать на пиар мерах, я категорично против. Я пропоную створение пресс-службы Народной Ради. Действительно хотела бы запропоновать, возможно, Влада Кучича, как человек, журналіста, чему-то частью этой пресс-службы. Так пресс-служба должна формировать и писать информационные меседжи, которые будут выдаваться пресс-службой Житомирской Минской Ради и редакцией газеты «Место» для опубликования данных коммунальных медиа. И чтобы это были самыми журналісти не мерии, не Житомирской Минской Ради, а представники громади. То есть это была самая думка тех людей, которые сегодня находятся в зале и сегодня находятся на улице. Работой должны быть люди, которые возьмут на себя ответственность за свой съезд или за тот район, где они живут. И эти люди должны доносить информацию до каждого дверей. И эти люди, добровольцы, должны быть... Ну, еще раз говорю, это марафонская дистанция. Ну, по великому рахунку, треба пригонуватись и до 2015-го. Потому что, я вчера это сказал, перед вами была адміністрация для этих юноков, которые там перебывалися, там, побитый Беркут, или еще какой-то побитый. Поки мы стоим на Майданах, за нашими спинами похотан розносят по 200, 300 или 500 гривен, вишукуют людей, которые готовят продать свои голосы. И то, что мы видели, произошло на довиборах по 5 проблемным округам, когда миллионы украинцев стояли на Майдане и в Киеве, и в других местах, выстояли право наших детей жить в цивилизованной, заблужденной и вольной стране. В этот год за 200 гривен в Черкасах, например, люди продавалися, подъезжавки, и они продавали результат нашей борьбы. И наш вести голова сегодня, зоня, соня, 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 соня. Він рассказывает про мир, про душу, а поперше наших друзей и друзей, которые вас очень радуют. Браво! Данных, которые происходят на территории М. Житомир в засобах массовой информации и на сайте Житомир М.Ради. Первое. Доручить організаційному комитету в понедельник на наступное заседание, на дати пропозиції щодо створення того органу, який очолик просвечала пропозиція пана Путчича, який буде займатися висвітленням і донесенням думки. И третье питание. Доручити депутата М.Р. М.Р. Сергею Олексеевичу Боровску, Наталье Дмитриевну, це питання щодо висвітлення і финансування засобів масової информации місті Житомирів донести на сесії Війської Ради, вивжити його. Я ставлюсь на голосування. А технічне мовлення, ну, ввели господи суди. Так, це воно війшло сюди. Технічне мовлення, звертаємося ще раз, якщо хоче так вважено, що було технічне мовлення почного заседання нашої Народної Ради. Так я зрозумілося. На вулиці, зрозумілося, на вулиці. Хто за даний проєкт рішення, прошу беззначатися. Хто за, прошу голосувати. Вільний доску. Ми вже прийняли, вільний доску. Ми вже прийняли вранці, це коли ми обсуждали. Перше питання, я скажу. Хто проти? Шановні друзі, 16 за. Пішло два депутата. Різня прийнято.